Добрый вечер, Рижан. Чем запомнился республиканский форум и какие еще поручения дал президент депутатам Маслихатов? Добрый вечер, Марат. Перед депутатами Маслихатов президент поставил четыре основные задачи. Как вы уже отметили, ранее это повышение уровня компетенций и влияния Маслихатов на экономику в регионах. Их вовлечение в реализацию общенациональных задач и, конечно же, тесное взаимодействие с акиматами. Как отметил Касым Жумар-Токаев, далеко не все депутаты оправдали его надежды. Депутаты должны уметь напрямую взаимодействовать с гражданами и всесторонне информировать общество о своей работе. Приходится констатировать, что в этом вопросе пока имеется упущение. В частности, отчеты депутатов Маслихатов перед избирателями зачастую носят формальный характер. Важно также обратить внимание на качественную подготовку и содержательное наполнение отчетных встреч депутатов Маслихатов. И этот формат, видимо, требует улучшения. Открытыми гражданам должны быть не только депутаты Маслихатов, но и Акимы, подчеркнул президент. И при этом они должны работать вместе над решением проблем общества. Поэтому критика с их стороны вполне разумна, ее не стоит бояться. Это часть создаваемого демократического общества, отметил Тукаев. При этом, говоря о демократии, он призвал не допускать нарушения закона и популизма. Коамным Акимдерге койятын талабы, Кашанда жоғары. Бұл заңды кублыс. Акимның жұмысына сын көзбен қарау демократиялық Коамва тән қалыпты нәрсе. Бірақ сынағанның жөне осы екендеп тұм артық кететін әсре берсенділерде бар. Бұл жұмысыны екендеп тұм артық керекекекекекекекекекекекекекеке. защиты их прав и создания условий для гармоничного развития – ключевой приоритет государственной политики. Он отметил важность вовлеченности родителей в воспитание и предупредил о растущей цифровой зависимости среди детей. Он призвал родителей не перекладывать ответственность за воспитание на государство и школы, а уделять больше внимания своим детям, контролируя их цифровую активность. Любая трагедия, связанная с нашими детьми, всегда отзывается болью в моем сердце. Я сразу же обращаю внимание государственных органов на такие случаи, даю соответствующие поручения и держу на постоянном контроле их выполнение. Это же самое касается несчастных случаев в армии. Все министры имеют соответствующие поручения. Немедленно я, даже не используя служебные телефоны по так называемым смартфонам, отправляю поручения и, конечно же, даю соответствующие выговоры и прочее. На сегодняшнем форуме собралось около двух с половиной тысяч депутатов. Тукаев в своем выступлении затронул важные вопросы поддержки населения, в том числе молодежи, женщин, предпринимателей, пенсионеров и людей с особыми потребностями. Он подчеркнул важность снижения закредитованности, повышения доходов сельских жителей, возврата незаконно выданных земель и роста экологической и финансовой грамотности. Президент призвал всех соотечественников помнить, что демократия – это процесс, требующий постоянного участия. Поэтому он отдельно отметил успехи в ликвидации последствий разрушительных весенних паводков. Эти достижения стали возможны благодаря совместной работе государства, бизнеса и общества, подчеркнул Касым Жумар-Тукаев. О других темах, которые были обсуждены на форуме, расскажем в других материалах. А у меня на этом все. Передаю слово вам, Марат.